Перед началом видео хотел бы порекомендовать вам мой сайт каталог pcoli.eu, где я публикую товары с алиэкспресс, которые обозреваю в своих видео pcoli.eu, ссылочка будет в описании. Сегодня будет интересная сборка, мы вспомним про стойку 1366, с которого началась эпопея шестиядерных интелзионов, но из-за цены на материнские платы смысла их брать уже почти нет. Тестировать я буду в двух видах. Первый это для тех, у кого есть хорошая материнская плата под разгон, а второй вариант это в стойке для тех, кто все же отважился купить плату на алиэкспрессе. И еще страннее тут будет блок питания, не пугайтесь и уж точно не ищите такой же, он стоит безумных денег. Мне же удалось выторговать его по очень крутой цене у майнера. Наша система под нагрузкой потребляет не более 400 ватт, поэтому блок питания на 500 ватт вам хватит. Опять же не какой-нибудь китайский там кал, а хороший блок питания на 500 ватт. И давайте начнем с блока питания. У нас БП на 1650 ватт с эффективностью 90%. Его тут слишком много, берите что-то подешевле, такой вы вряд ли вообще найдете. Оперативной памяти у нас 12 ГБ в сумме, 6 планок по 2 ГБ каждая, рабочая частота 1600 МГц, одноранговая и простая память, работает в трехканальном режиме. SSD накопитель брал с алиэкспресса, пожалуй один из самых крутых. Начинка чем-то похожа на кингстон, объемом 240 ГБ. Хватит для виндуса и пары игр. Жесткий диск на 1000 ГБ. Зная сколько сейчас весят современные игры, тот же RDR2 весит 150 ГБ, его должно хватить для этого. Хватит также для хранения тяжелых файлов и архивов. Процессор у нас топчик в свое время, и хотя X5650 был более предпочтительнее и популярнее, X5660 стоит сейчас столько же, но имеет при этом большую частоту в стоке. Процессор имеет 6 ядер, 12 потоков, частота в стоке 2,8 ГГц, частота в бусте 3,2 ГГц и буст по всем ядрам почти 3 ГГц. Кэш память 12 МБ, отличный процессор за свои деньги. Материнская плата в моем случае топовая, если соберетесь вдруг брать материнку на сокете 1366 с алиэкспресса, оставлю вам пару ссылочек в описании. У нас же Asus CyberTooth x58, изумительная и дорогущая плата, которая позволяет и держит экстремальный разгон CPU сокета 1366. Имеет все необходимые разъемы, хорошую систему питания, 6 слотов под оперативную память. Искать ее, конечно же, не стоит, она стоит очень дорого. Видеокарта у нас одна из моих любимых, в нашем случае GTX 1070 на 8 ГБ от компании Gallardo. Имеет красную LED подсветку, очень хороший заводской разгон, требует 1,8 пин разъем питания. Система охлаждения эффективная, не шумит и не греется. Сейчас ее можно купить с рук по очень приятной цене, но когда-то она стоила, сами понимаете, дороговато. Видео я буду записывать при помощи карты видеозахвата, то есть влияния на FPS у нас никакого нет. Тестировать я буду в двух режимах, первый это в стоке, второй в разгоне. В разгон не самый сильный я взял, процессор всего лишь до 4 ГГц, а гонится он вплоть до 4,8 ГГц. Видеокарта же плюс 125 МГц на ядро и 250 МГц для видеопамяти. Имеется также одна неприятная штука. Процессор в стоке не работает с памятью выше 1333 МГц, ну или конкретно в моем случае. Только после разгона он согласился работать с памятью на частоте 1500 МГц. Просто имейте это в виду. Кому интересно, вот настройки по разгону. Ставить такие, конечно же, не надо, тут слишком задран вольтаж. Но если у вас разгон не идет ни в какую, попробуйте, так должно сработать. Затем снижайте напряжение понемногу и находите свои идеальные настройки. Начнем тест сборки с бенчмарк теста CinemaBench R20, где процессор в стоке набирает 1457 баллов. И в разгоне, можете сами увидеть, его результаты находятся выше. В разгоне он набирает 1960 баллов, что я считаю очень даже неплохим бустом. И первая игра на тесте это Apex Legends. Это популярная онлайн игра, наряду с Fortnite, CSGO и PUBG. Игра неплохо нагружает всю систему. Настройки высокие, Full HD разрешение. Поначалу протестируем в стоке. И тут у нас следующие результаты. Минимум 80 и в среднем 90 кадров, чего хватает для комфортной игры. Время кадра и график кадров хорошие. Проблем в стоке я не наблюдал. Ну а теперь давайте протестируем игру в разгоне. И тут у нас не сильно-то разница заметна. График кадров конечно стал лучше, но время кадров все так же великолепное. Минимум также 80 кадров, но средний фпс подрос до 99. То есть система и в стоке справлялась изумительно. Вторая игра на тесте Watch Dogs 2. Тестируем систему в стоке. Настройки у нас высокие, Full HD разрешение. По ощущениям игра идет неплохо. Но вот на графике кадров имеются пики. Фпс также приятный. Минимум 51 и в среднем 57 кадров. Процессор нагружается до 85%. То есть можно играть и без разгона. Ну а после разгона у нас следующие результаты. И тут фпс подрос ощутимо. И так как игра больше и цпу интенсивна, нежели любит видеокарту, минимум у нас 67 и в среднем 81 кадр. График кадров стал куда лучше. Геймплей ровный и приятный. Но в стоке я сильных проблем не ощущал. И хотя следующая игра больше предпочитает ресурсы видеокарты, я все же решил добавить ее на тест. Ведьмак 3 на высоких настройках. В стоке у нас система также справляется хорошо. Минимум 68 и в среднем 91 кадр. График кадров имеет редкие пульсации. Но в игре подвисание лагов не наблюдается. Видеокарта перегружена, но процессор-то и не сильно нагружен. Но вот после разгона у нас, скажем так, сильно ничего не поменялось. Разве что график кадров стал лучше. Минимум у нас 71 и в среднем 95 кадров. Но игра и без разгона шла отлично. Этого фпс достаточно для данной игры. Батлфилд 5 на ваших экранах. И вот тут система нагружена, как надо. Настройки высокие, Full HD разрешение, DirectX 12. Сперва проверим в стоке. Новая карта и 64 на 64 игрока. Погодные условия просто ужасные, что также влияет и понижает наш фпс. И у нас тут минимум 40 и в среднем 58 кадров. Как бы да, немного. Но игра и не виснет. Также стоит учитывать, что обычно игроки выбирают средние настройки. Ну а после разгона у нас результат лучший. И при идеальных погодных условиях у нас минимум 43 кадра и в среднем 95 кадров. Минимальный фпс почти не подрос. Но вот средний фпс почти вдвое вырос. Результат от разгона очень ощутим. Но на графике кадров также есть редкие пики. Новенькая ларочка на ваших экранах. Игра очень хорошо грузит процессор. Настройки средние, DirectX 12 и Full HD разрешение. Ожидаемо на рынке фпс просел. Но выбегая из рынка все опять хорошо. График кадров не очень хороший. Но опять же зависаний сильных не ощущается. Минимум 35 и в среднем 59 кадров. Что я считаю довольно играбельно. Ведь в обычных локациях все будет куда лучше. После разгона система у нас следующие цифры показывает. Минимум 45 и в среднем 75 кадров. Чего очень даже хватает для такой игры. При этом мы получаем очень даже хороший буст. График кадров стал чуть лучше. Время кадра также стало лучше. В обычных локациях я уверен все будет еще красивее. Последняя игра на тесте это метро исход. Настройки высокие, DirectX 12 и Full HD разрешение. Картинка при этом выглядит хорошо. График кадров выглядит также неплохо. Но он конечно не идеален. Время кадра также невысокое. Минимум у нас 40 и в среднем 55 кадров. Также немного да, но игра одиночная. И тут главное иметь 60 кадров. В других локациях результаты будут гораздо лучше. Ну и разогнав нашу систему, мы получаем минимум 60 и в среднем 76 кадров. И тут конечно буст получается ощутимый. График кадров стал еще лучше, как и время в общем-то. Но и в стоке, я скажу, было играбельно. Система у нас не перегружена. Думаю, что можно ставить ультра настройки. Давайте подведем итоги под конец видео. Вроде как 1366 все еще может тащить игры. Хотя и видно, что в стоке он уже на пределе работает. Опять же, собирать с самого нуля, такое себе занятие. Так как можно 2011 уже собрать. Видеокарта у нас великолепная. Она не во всех играх была перегружена. А значит для Full HD ее еще хватит надолго. Ну и все полезные ссылочки, конечно же, я оставлю в описании. Спасибо за просмотр данного видео. Я надеюсь оно как минимум было вам полезно. Всех благ вам айтишники. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok